Америка прощается с Джоном Маккейном. Семья определила дату и место последней церемонии. Однопартийцы предлагают оказать почести, которых в истории Америки мало кто удостаивался. Почему Дональд Трамп даже после смерти не простил Маккейна и какой его приказ шокировал страну, знает Дмитрий Анопченко. Пока что с ним прощаются лишь самые близкие, родные и те, кто сдружился с сенатором Маккейном за более чем полвека его работы в Конгрессе. А со среды, так решила семья, дадут попрощаться простым американцам. Гроб с телом политика выставят в Капитолии штата Аризона, затем в местной церкви, потом перевезут в Вашингтон. Уже в пятницу сюда, в ротонду Капитолия, устремятся люди, чтобы принести цветы и, возможно, сказать последние слова Маккейну, попрощаться с ним за всю историю с 1824 года. Если не считать солдат, погибших на полях сражений, а говорить именно о политиках, такой чести Америку удостаивало только три десятка человек. Сложно представить человека более достойного такой чести. Я рад, что у американцев будет возможность отдать дань уважения этому герою и государственному деятелю. Написал в твиттере спикер палаты представителей Пол Райан, вот только слово «герой» употребили лишь в Конгрессе. Произносить его в отношении Маккейна аппарату Белого дома запретил Трамп. Как выяснила газета «Вашингтон-Пост», президент распорядился не публиковать уже готовый текст соболезнований. Хотя на этом настаивали и пресс-секретарь администрации Сара Сандерс, и глава аппарата Джон Келли. Узнав из новостей о смерти Джона Маккейна, сотрудники аппарата Белого дома мгновенно подготовили заявление, в котором выражали соболезнования, писали о героизме, который сенатор проявил во время Вьетнамской войны, будучи в плену, о том, как он служил в своей стране, но Дональд Трамп неожиданно разнервничался и раскричался. По данным газеты он сказал подчиненным, мол, не нужно ничего публиковать. Достаточно того, что я уже в твиттере написал. В итоге, неслыханное дело. Белый дом до этого момента так и не сделал. Официального заявления в связи со смертью Маккейна. По-человечески главу государства еще можно понять. Сенатор очень жестко критиковал и кандидата Трампа, и президента Трампа. Последней каплей стало его предсмертное распоряжение. Дескать, Дональда Трампа на мои похороны не звать. Но как политик он все же допустил ошибку, и очень большую. После смерти, особенно учитывая, как долго и тяжело Джон Маккейн боролся с болезнью, общество полностью на его стороне. Даже самые ярые сторонники Трампа считают такой эмоциональный порыв президента неправильным и недостойным. И старый принцип о тех, кто ушел, или хорошо, или ничего, в данном случае совсем не применим. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.